Здравствуйте! Мы подобрали самые интересные новости за последние несколько дней. На юго-востоке Турции миллионы гусениц атаковали сельскохозяйственные угодья после землетрясения, сообщает телеканал ТРТ Хабер. Специалисты Управления сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции обнаружили массовое скопление гусениц соснового шелкопряда в районах Джезре и Идиль. Отмечается, что около 95% насекомых находилось на обочинах дорог, в населенных пунктах и на пустырях, а 5% на землях вокруг обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Ученые заявили, что увеличение числа личинок бабочек зависит от климатических условий. Местные власти настоятельно рекомендовали фермерам применять пестициды для борьбы с вредителями. Один из фермеров, Мехмед Али Шихва, рассказал, что вначале гусеницы появились на пастбищах, а потом захватили поля. С приходом весны виноградники зацвели. Эта гусеница погубила в частности виноградные лозы, уточнил он. Старосты села Орта района Идиль заявил, что эти насекомые уничтожили их посевы и их имущество. Он очень удивлен, потому что в жизни ничего такого не видел. Кроме сельскохозяйственных угодий, от нашествия гусениц пострадало также местное население и дети. Так как гусеницы соснового шелкопряда опасны для человека. Волоски этих насекомых, попадая на кожу или дыхательные пути, вызывают тяжелые приступы аллергии. Если вовремя не оказать помощь, человек может задохнуться. С гусеницами шелкопряда нужно быть осторожнее. Родители сами вводят детей в школу, так как детвору пугает большое количество гусениц. В то время как специалисты управления сельского и лесного хозяйства Турции ищут решение этой проблемы, Турция отказалась везти домой собак-спасателей в багажном отделении. После мощного землетрясения в Турции, десятки стран, включая Россию, направили в страну отряды кинологов с обученными собаками. Четвероногие питомцы незаменимы в поисках людей под завалами. Их острый нюх работает гораздо эффективнее, чем тепловизоры, шумоуловители и прочая поисковая техника. Собаки искали выживших много дней, не жалея лап, не зная сна и отдыха. Из-под завалов было спасено свыше ста тысяч человек. Без помощи четвероногих друзей спасенных было бы гораздо меньше. Это понимают и турецкие власти, щедро отблагодарившие четвероногих спасателей. Спустя 20 дней после трагедии поисковые отряды возвращались домой. Обычно собаки-спасатели вместе с остальными четвероногими путешествуют в переносках в багажном отделении. Но в этот раз в благодарность за проделанный труд для них сделали исключение. Собаки летят домой в первом классе. Фотография, опубликованная венесуэльской радиостанцией, завирусилась в Твиттере и собрала миллионы лайков. Однако не все собаки вернулись домой живыми и здоровыми. Собака-спасатель из Мексики по кличке Протео погибла под завалами во время поисково-спасательных работ. В Стамбуле установят памятник погибшей под завалами немецкой овчарке Протео из Мексики, которая спасла двоих человек. Тело собаки-героя с почестями вернули на родину. Как передает Kaliber.as, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило на своей странице в Твиттер. Как военнослужащие мексиканской армии, мы глубоко опечалены потерей нашего героического товарища, пса по имени Протео. Вы выполнили свой долг в составе мексиканской команды по поиску и спасению наших братьев в Турции. Спасибо за ваш героический труд, говорится в сообщении. В Турции прошла церемония прощания с Протео, в которой приняли участие МЧС Мексики и МЧС Турецкой Республики. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также не забудьте поставить лайк и активировать колокольчик, чтобы помочь нам в развитии канала. А от себя добавлю, берегите себя и своих близких. До новых встреч!